Действительно, я пришла к решению только в декабре месяце, присоединилась к Левому фронту в феврале. За это время наблюдать за тем, что происходит в стране, стало действительно интереснее, потому что появились люди, с которыми это еще и обсудить можно. А в принципе, за последние 10 лет, сколько мы наблюдаем все происходящее, и мне осталось впечатление, что власть потерялась во времени. Она не просто потерялась во времени, а реально начала путать, где она находится. Вроде система кормления, как в веке, наверное, в 16-м, политизированная церковь, как до революции. У нас даже и девочки из Пуссера, судя по всему, пошли по 81-й статье «Уложение об уголовных наказаний от 1846 года». Что же делать? Но, тем не менее, самое большое упущение, пожалуй, нашего протеста, действительно отсутствие социальной повестки. Я понимаю отлично, что большинство наших либеральных товарищей этого боится, потому что левые идеи, либеральные идеи – это две абсолютно разные вещи. Потому что, с одной стороны, это также коммерциализация всего и вся, приватизация всего и вся, а с другой стороны, это позволение обычным гражданам, которые не находятся у власти, получить все, что у них есть в потребностях, в зависимости от их способностей. Поэтому я считаю, что действительно 12-го числа хватит уже тянуть кота за его конечности в разные стороны. Пора бы уже предъявить действительно требования. А требований у нас несколько. Во-первых, это ФЗ-83, это издевательство просто полное. Во-вторых, необходимо от нашего образования, от наших школ, а также от нашей армии, оторвать заводы типа «Конкорд» и прочие, которые занимаются кормежкой, чтобы они прекратили травить людей. Потому что это действительно, это ни с чем не сравнимо, потому что мы вот буквально недавно, в преддверии митинга по образованию, проводили тест, что там находится. Лучше вот этого никому не знать. Кто захочет, может, в общем-то говоря, найти бы эту информацию. Далее. Куда идут наши ресурсы? Наши ресурсы идут в никуда, вернее, они идут в карманы граждан, которых мы, возможно, даже не знаем. Они их набивают нашими нефтедолларами, нашими газодолларами, бриллиантодолларами и чем угодно. Все это находится у них. А тем не менее, все это наше. И должно принадлежать нам. Это должно принадлежать простым людям. Люди должны иметь определенный процент. Каждый человек, живущий в России, должен иметь определенный процент от тех природных богатств, которые имеются в нашей стране. Далее. Хотелось бы очень попросить наше правительство, он так-то вряд ли это выполнит, наверное, придется сделать это и самим, со временем. Очень бы хотелось попросить о следующей вещи. Ребят, хорошо, что вы, конечно, за последние 10 лет 2-3 раза подняли заплату, но почему у нас цены выросли в 7-10 раз на самые примитивные необходимые товары? В 7-10 раз поднялись цены. Тем более, разрыв между регионами и центром в количестве получаемых заплат, материальных ценностей, не соизмерим, потому что при ценах московских где-то там на периферии люди живут за 4 тысячи. Вы пробовали это сделать? Ну, это очень достаточно сложно. Теперь у нас еще с ФЗ эти люди должны за 4 тысяч заплатить 8 по приблизительным посчетам в месяц за учебу детей, и интересно, на что они жить-то будут. А также, что бы еще хотелось пожелать? Пожелать хотелось бы еще убрать врагов. Пусть, конечно, возможно, мы работаем вместе с ними в каких-то стратегических сферах, но, пожалуйста, давайте не будем, давайте будем разграничивать все-таки границы страны, и давайте НАТО, которое является североатлантическим альянсом, будет находиться в Северной Атлантике, а не в России, не в Центральной России. На самом деле, вопросов накопилось очень много, и с каждым днем, с каждым днем их все больше и больше. Например, последний закон о митингах, ну, на самом деле, подоплека там даже очень интересная. В случае, если какому-то сотруднику милиции покажется, что вот идете вы втроем там, друзьями, сослуживцами, если им покажется, что у вас там явно какой-то, явно какой-то политический разговор идет, они могут это сочисть за митинг несогласованный и вкатать вам, каждому из вас, по 300 тысяч рублей. То есть, в принципе, я понимаю, что заклеивать дырки в бюджете надо. Мало того, нефть падает, доллар растет, рубль обесценивается, но, пожалуйста, давайте, давайте, товарищи власть-имущие, вы будете делать это не за наш счет, потому что рано или поздно, рано или поздно, это всех заезд, и этому придет конец.